Доброе утро, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о власти. И сегодня я хотел бы начать говорить о том, вся ли власть или всякая ли власть является властью, которую поставил над нами Господь. Давайте прочитаем эти два стиха, 13 глава Римлянам, 1-2 стих. Всякая душа да будет покорна высшим властям, потому что нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Сегодня я хотел бы сделать акцент на маленьком предлоге. Это предлог Уно. Обратите, пожалуйста, внимание, что апостол пишет не всякая власть поставлена Богом. Апостол говорит, что всякая власть от Бога. В прошлой капле мы с вами говорили о том, что Господь, Он отдал всю власть на земле людям, и люди сами определяют, каким образом они будут управлять этой землей. Так вот, Бог согласился с тем, что люди будут это делать самостоятельно и одобрил это, потому что это и есть выражение свободы, которую Он нам дал. Именно поэтому апостол говорит, не власть, установленная Богом, потому что Бог, отдав эту власть нам, не может устанавливать. Но Он пытается влиять. И Он говорит, если вы решили, что власть будет двигаться таким образом, избираться, система будет функционировать именно так, действуйте. Это ваша жизнь, это ваша свобода, и это та власть, которую я отдал вам. И поэтому, когда апостол говорит, всякая власть от Бога, он не просто говорит, что всякий начальник от Бога. Нет, он говорит, что вся система от Бога. То есть, она не то, чтобы предложена Богом, но Бог не против этого. Бог не против того, чтобы управлялась страна именно таким образом. Не потому, что Он так хотел. А потому, что так хотели мы. И если бы мы видели, как Бог вмешивается во все эти процессы, то тогда бы мы увидели Бога, который не держит слова. Это невозможно. Отдав нам свободу, право выбирать, право определять, Он сказал, окей, пусть так и будет. Итак, когда апостол Павел говорит, что всякая власть от Бога, Он говорит о том, что Бог, отдав нам право управлять этой землей, соглашается с тем, что мы имеем право делать это так, как нам кажется.